Однажды я лежал в больничке, у меня соседом по палате был старый узбек, очень любящий макомы. И вот он поутру включал макомы, и в палате оставалось два человека, он, любящий макомы, и я, любящий хардро. Потому что что-то в макомах есть этакое, которое в хардро неплохо бы писалось, остальные из палаты убегали. Среди хлопковых плантаций, в средней части долины реки Черчик, более 20 веков тому назад возник Ташкент. С образованием узбекской советской социалистической республики Ташкент стал ее столицей. Ташкент – город культуры, город науки, город студенческий. Новая история Ташкента начинается 26 апреля 1966 года. Тогда сильное землетрясение разделило историю города на «до» и «после». Силами всего Союза город отстраивали практически с нуля. Но мало кто тогда догадывался, что это событие послужит отправной точкой в зарождении узбекского рока. 26 апреля это случилось, и все на этом учеба в школах закончилась к нашей огромной радости. Начались каникулы очень большие. Потом всех детей города Ташкента вывезли на все лето во все здравницы детские пионерские лагеря Советского Союза. То есть государство организовало, что кто-то в Москву уехал, там какая-то группа, другая группа уехала, там в Прибалтику, третья группа, там в Артек. Короче, по всему Союзу их всех забрали. Я попал в Ленинград. Ну, радио играет в лагере. И там нам все время Битлз передавали. Это было так здорово. А я никогда не слышал Битлз. Я только слышал Рей Чарльза, там такая вещь была. Вот это я играл. Это я умел играть. И когда я услышал Битлз, это меня просто поразило. И я начал снимать эти вещи. Естественно, когда я вернулся через два месяца в Ташкент, я, естественно, был, так сказать, очень и очень подкован. Когда я еще учился в школе, я включал приемник с китонов и слушал музыку по субботам на голосе Америки. Слушалки, конечно, работали. Но, во всяком случае, я знал, что нового происходит в мире этой музыки. Сейчас трудно объяснить. Вот молодым, да? Фон-то был такой вот, по телевизору, по радио. Ты слышишь Зыкину, Толкунову, Магомаева. Это все такое советское, такое вот протократическое такое все. А вот это все, Пинк Флойд, Назаре, там это то, что по рукам ходило, это какой-то вот, это башня сносило. Это что-то такое. Это откуда-то вообще вот из космоса прилетело. Это вообще на Земле такого быть не может. Мы в это же время появились в Ташкенте рок-группы, когда они назывались пик-группой. Осенью 67-го года как-то на перемене мы вышли, и учащийся старший нас Женя Атаманов подошел к нам и сказал, вы знаете, сегодня в уголке будет концерт группы Киберги. Датой рождения этой группы считается Международный женский день 1967 года, когда Киберги дали свой первый концерт в зале ГСКП. Бит-группа быстро завоевала популярность благодаря исполнению известных рок-н-рольных хитов. Меломаны до сих пор помнят «Твист-эген» на узбекском языке с легкой руки Барамыкова, названной «Эй-Дустлар». Вскоре их уже приглашают на десятилетия города Наваи из Равшан, на стройке Алмалыка и Черчака. За пару лет Киберги становятся настоящими узбекскими «Битлз». И по 10 раз переснятые фотографии стоили рубль. А рубль по тем временам были деньги нехилые. Можно было сходить с девочкой в кино и покушать мороженое. И не одно на дворе, а каждое. Раньше не было слова «дискотека», все ходили на танцы. Танцы были во всех парках. В «Термана» были танцы, в «Парке Горького», в «Адо» были танцы. Вдруг на танцплощадке стала играть группа «Синхрон». Группа «Синхрон» образовалась летом 1967 года. Если Киберги имели славу узбекских «Битлз», то «Синхрон» можно было сравнить с «Роллинг Стоунс». Вокалист «Синхрона» Геннадий Садовников даже получил почетное прозвище «Джаггер». В эпоху аккордеонов и контрабасов на танцплощадке в парке Горького «Синхрон» стал первой группой, играющей на электрических инструментах. Я помню первый концерт, мы туда пришли, они начали проигрыш какой-то, выскочил Гена Садовников в майке, вот с такой какой-то цепью в огромных клешах, и стал громко кричать какую-то песню свою рогу. Ну, конечно, зал оживился сразу, там стали орать, кричать. Естественно, такое не могло не привлечь внимания служб правопорядка. Однажды Садовников был таки упакован в отделение милиции за длинные волосы. Ну, «Скифы» все равно были самой популярной группой здесь. «Скифы» вошли в историю раннего узбекского рока как самая техничная команда. Вот я помню концерт, который был в «Доме знаний», это где сейчас Русский драматический театр Горького, там был «Дом знаний». Что там творилось? Там вот эти стеклянные двери были, их просто выломали в конце концерта. Такой был напор вот этих, желающих послушать. Сегодня мало кто помнит, что во времена всесоюзного конкурса «Алло, мы ищем таланты» в 1971 году они имели все шансы победить небезызвестное Виа Яула в начале их звездного пути. Это был всесоюзный конкурс. И Среднеазиатский регион был в Ташкенте. И здесь, в юбилейном, тогда это был дворец спорта, и там устраивались концерты. Там состоялся финал. В номинации «Вокально-инструментальные ансамбли» жюри выбирало между Яллой и Скифами. Причем у последних было даже больше шансов получить гран-при. Однако в финале жюри предпочло популярной среди молодежи группе Скифы ансамбль Ялла. В конце концов, хотя Скифов знали все, а Ялу тогда не знал никто, и послали на конкурс «Москву-Ялу». Ташкентский ансамбль Ялла. Пожалуйста, мы ждем вашего рассказа о тех новостях, которые произошли в жизни вашего ансамбля. Пожалуйста. Ну, новостей было очень много. В период, если можно так сказать, нашей разлуки с вами, Саша. Но самое главное событие – это то, что мы стали теперь профессиональным коллективом. Многие профессиональные музыканты, которые учились, заканчивали школу Успенского консерватории, они обратили внимание на то, что стали появляться самодельщики, то есть самодеятельные музыканты, кто не знал ни грамоты, ничего, ну вот как мы. И у них какая-то, знаете, такое репостное соперничество. То есть они знают их друг, а у них как-то получалось по-другому, почти как близко к оригиналу, понимаете? С той же истеричностью, с той же экспрессивностью. И так это было выразительно. Ну, старались как бы, информации-то же никакой не было. Все с магнитофона, с пластины, все снимали. Это сейчас можно включить в видеошколу, там, в интернет нажал, тебе там аппликатуру все покажет. Но тогда это все доходилось своим умом, как это делать. И я много лет играл вообще неправильно, вот так играл медиатором, правой рукой. Потому что никто никогда не показывал, а звукоизвлечения чувствуешь не то. Потом доходит, что вот здесь надо держать, да, это доходит. Доходило даже до того, что снимали киксы их. Вот он киксанул чуть-чуть. Да, он ошибся. А ты все равно это снимаешь. Не так вот надо. Многие пришли к музыке, к гитарам, к ансамблям, не через консерваторию. Вот я сейчас смотрю, вот это автодорожный, тот физкультурный институт. Скифы, что такое скифы? Ассоциация со степным народом скифы, да. Но на самом деле они создались на базе института физкультуры. А была команда, спортивный клуб института физкультуры. В 84-й год мне 30 лет. Я вот так сижу, вот в этом же дворе я сижу. И у меня такое было чувство, как будто бы я старый-старый, мне 30 лет. И мне подарили диск Ози Осборна. А я уже долго не слышал ни Black Sabbath, ничего не слышал. Я решил научиться играть во что бы то ни стало вот эту вещь. Чем прославился бег, то что они играли очень профессионально, Ози Осборна, но в английском языке. Первый такой впечатляющий концерт был на Бродвее. Достаточно такое интересное явление на тот момент. Этого не делал практически никто. Под открытым небом в центре города Ташкента играть ховеметер. Так сложилось, что начало конца советской номенклатуры совпало по времени с зарождением в Узбекистане металла. В 1987-м произошло неслыханное событие. Самаркандский обком комсомола провел всесоюзный рок-фестиваль в бассейне парка озера в городе Самарканд. Такого в республике не было никогда. Народу за несколько дней, что шоу-фестиваль собиралось огромное количество. Пара забредших на концерт американских туристов никак не могла поверить, что на сцене советские группы. Спустя три года в стране появился рок-клуб. Инициатором первой попытки объединить узбекских рокеров под одной крышей стал Игорь Савич. Игорь Савич, лидер группы «Рейс-09», первый рок-продюсер Узбекистана, один из основных организаторов концертов 90-х годов. В состав рок-клуба входили такие команды, как «Империя», «Квартира» во главе с Родионом Заруцким, «Суррогатус Вульф», группа «Эдгар По», в которой начинал свой творческий путь, «Виталий Попелов», «Баста Бамбита» Сергея Сорочкина с тем же Заруцким и «Мучить буду», костяк которой составляли Андрей Акула и Дима Утконос. Одно время работал санитаром в больнице, и основная обязанность у него была это подносить утки и забирать утки у лежачих больных. Вот он считал, что это очень панковская такая работа, да, профессия, и в результате этого у него получилась кличка «Утконос», то есть человек, который носит утки. «Мучить буду» — первая настоящая панк-группа в Узбекистане. Настоящая в полном смысле этого слова. Не только по звучанию, но и по образу жизни. Панк для этих парней не ограничивался музыкальным творчеством, для них это была уже не игра. Естественно, что именно им и суждено было стать первым коллективом, не вписавшимся в рок-клубовскую номенклатуру, придуманную Савичем. Все представляли каждую группу, как на линейке пионерской, по-самому. И отчитывали, что они сделали не так или так. Ну, мы, естественно, первая же группа, которая вылетела с этого года. Мы приходили пьяные на балалайках, реально больших, все списывали, за нами охрана, я думаю, спасибо. Ну, нет, тогда просто была вкусная бормотуха. И она располагала, это вообще не лучше, чем сейчас. Регулярно стали проводиться репетиции, причем репетиции проходили там же, в этом клубе ТОНЖ. И, как правило, пятница, суббота, воскресенье были отчетные концерты. Клуб просуществовал три года. За это время были проведены четыре больших фестиваля, в которых участвовали практически все известные на тот момент группы. Было много, очень много было народу в то время. Места не было в зале, все было забито веком. Дайте хоть раз, еще пинуться, щепнуть, за что мне идут, пока никто не зашел, пока не очень рок-н-ролл. Группа «Ноги». На четвертом республиканском фестивале, проводимом рок-клубом, они обошли даже коллектив будущей звезды узбекского прогрока Виталия Попелова и безоговорочно взяли гран-при. История успеха этого коллектива стремительна, как и его рок-н-ролл, замешанный на классическом ритмен-блюзе. Во многом своим фирменным звучанием «Ноги» были обязаны Александру Малинину, уникальнейшему гитаристу, слава о непревзойденном мастерстве которого шла по Ташкенту впереди него. Он всегда говорил «вытаскивайте звук», «вытаскивайте звук». Он уже не мог играть с простыми медиаторами, мягкими, средними, толстыми. Он уже их не вон брал линейку пластмассовую, вырезал себе медиатор из линейки, да, там 3 миллиметра толщиной. Обточит, он уже, чтобы звук шел, у него резкий звук, такой посыл, он за каждую ноту отвечает, и струны не рвет. Он мог играть на все. У него был вот такой треугольный медиатор самодельный, большой, чуть ли не из шифера сделан. И струны ставил он самый мощный, там 13-й. Как музыканты говорили, куском шифера только Малинин может играть. У него и свое мышление какое-то было, свой какой-то взгляд такой. Он не похож был особенно ни на кого. Я сейчас таких музыкантов не знаю, да я и тогда их не знал. А вот Сашка Малинин, он меня этим подкупал. Я думал, с этим человеком мы вообще горы свернем, надо к нему подтягиваться. Однако к середине 90-х годов рок-движение Узбекистана начинает приходить в упадок. Первой ласточкой этого кризиса становится трагический уход Александра Малинина из жизни. Лучший ташкентский гитарист погибает во время пожара в собственной квартире. Прекращает существование рок-клуб. Клуб распался по каким-то своим естественным причинам. Просто вот как-то вот, ну, ребята не захотели быть под единой крышей Савича. Это были разные причины. Легендарная группа «Бек» уезжает в США, на прощание взорвав тяжелым металлом «Адо» вместе с группой «Агония». «Бек» уезжали в Америку, кого-то продюсера, что ли, нашли, не помню точно. У них аппаратура такая шикарная была по тем временам, лампы в маршал, 80-ваттный американский звук там был, конечно, шикарный. Потеряв своего главного резидента, прекращает свою деятельность вторую после рок-клуба центр рок-н-ролльной активности Ташкента «Пап Баден-Баден». Всерьез казалось, что рок в Узбекистане надолго уходит в спячку. Однако это было всего лишь концом одной эпохи и началом другой, еще более кипящей и неформальной. Из-за горизонта выплывает флагман хард-рока «Грустный Роджерс» во главе с Андреем Золотухиным. Андрей Золотухин, лидер группы «Грустный Роджерс». С 1999 по 2000 годы директор республиканского фестиваля «Дети цветов». С 2000 года исполнитель авторской песни. Я помню этот билетик, он был распечатан на газетной бумаге, маленький, такой советский еще, цена была указана в рублях, это был концерт группы «Грустный Роджерс». Это был какой-то дикий саунд, ревели гитары, ревели люди, и меня это захватило. Это волна, я прыгал со всеми, я бесился со всеми, я вошел в этот экстаз, на утро я проснулся другим человеком. Примерно тогда же на сцене появляется группа «Паучок Ананси». «Паучок Ананси» — это герой мистических сказок африканских, действительно. «Паучок Ананси» была «Слейта», с помощью которой он делаться решал в лучшую сторону для всех. Я стоял с важным видом, скрестив руки, и максимум, что я себе позволял, это потоптывать в такт ногой. Хотя другие прыгали, зубились, хороводы водили. Но самое интересное было, когда, наконец-таки, руководство это все надоело, и они пришли закрывать концерт. Они сказали, все, уходите. И все стали, и стали уходить. Единственное, кто был этим огорчен, это музыканты, потому что они бегали и говорили, куда же вы уходите? Вы же не формалы, не уходите. Скажите, будем слушать дальше. У нас такая программа, у нас ключевое слово — концерт с переодеваниями. Это я запомнил, и потом, когда мы создали свою группу, мы все время переодевались в разные костюмы во время концерта. Эту идею я украл у паучков. Возрождение рок-сцена Ташкента вызвало к жизни и, казалось бы, навсегда почивший Баден-Баден. Второй Баден-Баден месяца два, наверное, продержался, когда стабильно по субботам-воскресеньям приходил народ поиграть, побухать. Ну, а мы оттачивали свое мастерство в афишах, завлекая его этим. В общем-то, 15-20 афиш на Ташкент хватало, чтобы собрать 300-400 человек на сейшн. Дизайнерских способностей у нас ни у кого не было. Но у нас был замечательный художник Дима Новаков. Ну и в результате он нам нарисовал крутую рамку, которую мы в нескольких концертах использовали. Вот один из примеров вот этой афиши. То есть вот он нам нарисовал все это, дальше сюда впечатывается то, что будет, и получается крутая афиша. Ну, в то время я был зоологом, я работал там в институте зоологии. Так, на гитаре бренчал, но никогда его в эти субки не высовывался. Но, проходя мимо столбов, афиша всегда наблюдал. И вот эти названия все я помню. Там, допустим, тлен, допустим, агония. Какие-то эти страшные там эти слова. Типа там пара мамонтов, пикчерс там. Просто я ходил, просто думал, вот что-то происходит вокруг там, в общем-то какое-то вот, какое-то движение. Состояние было не денежное, но очень веселое. Там очень много было рок-н-ролльного духа, потому что мы приходили друг к другу в гости. Вот, мы там беседовали на разные темы, много философских тем было. Я смог сделать что-то, значит, что-то было чем-то. Значит, сделал я зачем-то, подумал кто-то. Я смог сделать что-то, только что теперь с чего-то. А может, кто-то для кого-то. Да зачем быть кем-то? Вот я, какой ты или как, а не все ли равно, он я или она. Я, может быть, просто, но такое, какое-то что-то съедает мое. Кое-что, кто я, непризнанный кто-то. А может быть, просто никто. Было очень много сильных ребят, было очень много этих сильных составов. Поэтому, наверное, все это вот так вот людям хотелось сыграть. Высшей точкой узбекской рок-волны конца 90-х стал фестиваль «Дети цветов». Самое масштабное рок-событие из когда-либо происходивших в республике. Первый фестиваль мне запомнился, вот этот вот «Дети цветов» с 98-го года, потому что для меня был первый фестиваль. Ведущий добрый Ганкин, он был слишком добрый для рок-концерта. И оказалось, что это же шоколл. А он был такой добрый, такой хиппи. Допустим, если вспомнить, тоже те же «Дети цветов» 2000-й год. Четверть финала, который на балке. Три дня шел. Четверть финала. Три дня. Песня «Дети цветов» Второй этап «Детей цветов» проходил в парке «Бабура» на открытой площадке. Играли мы плохо, поэтому мы решили делать то, что мы умели лучше всего. То есть мы сделали себе дикий грим. У меня были длинные волосы, мне поставили колючки, торчащие дыбом. Прямо в таком виде пошли гулять по парку. Люди были в шоке. Это вообще сумасшедшее время было. Кстати, надо сказать огромное спасибо Диме Левину, который, собственно говоря, и организовал вот это фестивальное движение, рок-фестивальное движение в Ташкенте. Он взял на себя смелость не просто организовать, но провести там. Этапный отбор был. То есть финал, до этого полуфинал, четвертьфинал. Вот, честно говоря, я не люблю вспоминать то время, когда я сидел в жюри. И я, собственно говоря, Диму просил, чтобы он на финальную часть меня вообще не включал. Там близко не подпускал к жюри. Потому что, ну вот выходит на сцену команда, да, она там в ноты не попадает. Знает буквально два-три аккорда музыканты, и те берут неуверенно. Ну, перформанс, например, у них красивый. Да и бог с ним, с перформансом, желание у них есть. Вот мне, как говорится, очень тяжело было там, например, писать то, что нет, не годится. Потому что, ну, горят ребята. Но, с другой стороны, если я их пропущу, то, может быть, наоборот, какая-то группа, которая умеет играть, не сможет потом принять участие. У тебя глотки не хватит, докрещаться досудом. АПЛОДИСМЕНТЫ Помните афиши, это по радио, все это кипело в газетах. Таксисты что-то там про этот фестиваль рассказывали. В общем, мы во всем этом варились. Был такой костер, который горел, можно так сказать. И все ребята, все музыканты, все этим жили. Фестиваль проходил три года подряд и собрал рекордное даже для всего постсоветского пространства количество групп-участниц. В 2000 году заявки на участие подали 80 команд. Беспрецедентно, что финал «Детей цветов» проходил на летней площадке дворца Туркестан, главной сцене страны. Детей цветов, великолепный фестиваль, повод, и он у меня был, и он закончился. Это мероприятие, после которого миф-рук-рулла для меня рухнул. С банками, с газетами, с публикой, с центром города. И пока проходили дети цветов, и вроде какой-то статус повышался, я перестал писать. Миллениум для рокеров Узбекистана начался с черной полосы. 2000 год. В уличной драке Диме утконосу ломают ногу. Его своенранный характер играет с ним злую шутку. Он отказывается от врачебной помощи и вскоре умирает от гангрены. Родион Заруцкий, еще один настоящий панк ташкента, создатель и участник таких групп, как «Квартира», «Срам» и «Баста Бамбита», кончает жизнь самоубийством. В 2001 году уходит из жизни Геннадий Садовников, так и не успев издать готовящуюся и много лет энциклопедию узбекского рока. Группы распадаются одна за другой. Концерты практически перестают проводиться. В очередной раз на узбекской рок-сцене становится пусто. На ваших телах я выкал от души. Я счастлив, что так я скоро умрущи. Излом 90-х и 2000-х годов ознаменовался сменой ориентиров в информационном пространстве Узбекистана. В республике появляются первые интернет-провайдеры. Рок-культура, конечно же, не могла остаться в стороне и не воспользоваться прогрессом. Интернет уже начал появляться, но он был еще слишком дорогой. Я, правда, не помню фирму, где-то возле курантов она была, раздавала интернет, ну, за какие-то деньги, и в придачу давала 2 мегабайта пространства под что-то. Первым серьезным проектом становится сайт узрок.нет. Вот на этих 2 мегабайтах зарождался сайт Узрока. Сначала выкладывали, конечно, прогоню, стали знакомиться с Геной Садовниковым, ближе, с его группой. Также на сайте выкладываются материалы из неизданной Геннадием Садовниковым рок-анциклопедии Узбекистана. В итоге с годами стало понятно, что Узрок.нет оказался единственным хранилищем этого памятника ушедшей эпохи. Потом появились анансы, и мы про них стали выкладывать информацию. Такая-то группа, там мини-афишка там в двух строчках. Там-то, там-то пройдет концерт. На эту страничку стали заходить люди. О, Узрок работает. Начинает набирать бешеную популярность радио. После долгого радиоголода, когда на волнах вещали только официозные радиостанции еще советского образца, наконец начали появляться настоящие современные отечественные станции «Радиогрант», «Мой город», «Радио Сезам», «Ариат-ФМ», «Хамрох». В основном все эти FM-радиостанции, они были музыкальными, развлекательными. Музыкальный ряд не прерывался. Плюс, там был огромный плюс для жителей Ташкента. Дозвониться можно было и свой голос услышать в эфире. Это сейчас мы, так сказать, с улыбкой на это смотрим. А тогда это считалось вау. Был даже такой период, когда на Новый год люди выключали телевизор, ставили радиоприемники, и вместе с радиоприемниками мы встречали наступивший Новый год. Радио слушают все. Арджей – народные звезды, купающиеся в лучах славы. В эфире царит настоящая свобода. На всех радиостанциях формат можно было охарактеризовать одним словом – это компот. То есть в одном часе могли прозвучать произведения, как «Пинк Флойд», «Плэйдзеппелен», «Руки вверх», «Ванушки Интернешнл», все это шло вперемешку. Была еще одна характерная черта того времени на всех радиостанциях – то, что на профессиональном жаргоне называется «вкусовщиной». То есть диджеи могли абсолютно наплевательски относиться к плейлисту. Вот мне не нравится эта песня «Руки вверх», я ее убираю, а вместо нее ставлю «Мать себе базар», к примеру. Но с другой стороны, в этом-то и заключался плюс. То, что мы могли поставить музыку, которую, например, люди не услышали бы. Да, того же самого Клэптона, те же самые же Дорс. Дело в том, что на авторадио «Хамрог» и вообще, в принципе, на ташкентском радио достаточно большой дефицит будущих. Олег Соболевский – вокалист группы «Зиндан». С 2007 по 2013 годы – вокалист группы «Сталвард». С 2002 по 2005 – «Арджей» радиостанция «Хамрог». Автор и ведущий радиопередачи «Тяжелые будни». Ну, может быть, это, конечно, будет самонадеянно, так говорит, но я знаю, что меня ценили. А когда работника ценят, я спросил, пожалуйста, вот я хочу делать программу «Тяжелую» – делай. Лишь бы работал. Говорят, понедельник – день тяжелый. Не сомневайтесь, это именно так. 14 января 2002 года ночной эфир радио «Хамрог» содрогнулся от мощных рифов «Тяжелого металла». Это была ночь рождения радиопередачи «Тяжелые будни». В те времена была очень сложная запись. И когда кто-то где-то умудрялся писать, и у него были записи, я стал конкретно говорить, давайте, несите, несите мне все, все, что только есть. Даже на коленке сделанную запись. Пожалуйста, несите, и надо ставить эфир. Кто-то присылал ему кассеты со своими передачами просто. А там Услам Притаев такой бы присылал письма и порезал на маленькие бумажки. Группы начали расти как грибы. Начали создаваться какие-то новые проекты, новые команды. Одна из первых групп – это была, собственно, группа, которая организовал брат Олега, Максим Шабалевский, группа «Зюнган». Удивительно, что именно тяжелый такой металл с Гроулингом я до того, как начал играть, вообще не слушал и не особо любил. Скажем так, я считал, что Гроулинг – это какой-то вокал совершенно музыкальный. Зачем рычать, если можно петь? Вот такая у меня была абсолютно любая идеология. Зачем рычать, если можно спеть? Спустя три года бесперебойного вещания тяжелые будни разрослись до веб-сайта, авторами которого были Петр Шлейхер и Алексей Иванов по прозвищу «Хрен». А с Петей мы как-то сошлись по компьютерным делам. Он был дизайнером, я веб-мастером. Более-менее привели в порядок сайт, договорились с хостингом, где место дадут побольше. Hard Days.net стал самым успешным интернет-ресурсом, посвященным узбекскому року. И за долгие годы эту вершину не удалось покорить никому. Я, по-моему, первое объявление там и давал. Приглашаем молодые группы, которые хотят выставить, приходите в Текилу-клуб. Там, я помню, первое объявление не давал. Тогда оттуда и узнали про этот клуб. Если бы его не было, было бы сложно собрать всех. И вот тяжелый будни, там Олег Соболевский как-то, он сказал, неплохо было сделать концерт в горах, он был КВНщиком, а КВНщики всегда тусят в Козелсу. Концерт в Козелсу 2005 года стал уникальным событием. Шесть групп самых разнообразных стилей, от готики и металла до блюза и панка, вместе со своими слушателями выехали на электричке в дачный поселок в горах. Такая огромная компания никогда не ездила в горы, на моей памяти. Просто весь вагон, 80 или 100 человек, там может быть, нет никого. Упилить уже все в вагонах, а нормальных людей из вагонов повыкурили. Потом все с инструментами пошли в Козелсу. А вот в станция Хаджикент на одной берегу речки Черчик находится, а Козелсу на другой. Но там нет моста, но там есть труба. И вот 100 рок-музыкантов с инструментами переходили реку по трубе. И я шел не просто так. У меня была гитара, а тут пакет со всякой херней. И я шел вот так на этой трубе, и все это делали. То есть там уже выбора особо не было. Как это такое рок-н-ролл? Это вот одно из самых безбашенных мероприятий, которые у меня было в жизни. Этот узбекский вудсток доказал, что рок в Узбекистане не просто не умер с закрытием фестиваля Дети цветов, но и продолжает развиваться. Так началось то, что сейчас можно назвать эпохой фестивалей. Это уже была культура совсем иного формата. Первый вот этот Узбекист, который провели мы совместно, вернее как организаторы были там, Дмитрий Меншиков, Саша Зимин и Кама с ними был. Они втроем были инициаторами этого фестиваля. Они пришли к нам после того, как узнали, что здесь проходят какие-то такие тусовки. Тогда даже мы какое-то такое нелепое прослушивание устроили на шестом этаже. Все близилось к фестивалю. И вот там, короче, отборочный будет там какой-то на базе, там, не знаю, на каком этаже. Ну, высоко было, шестой или седьмой. И там всякие команды приходили, мне говорят, ты, приди, приди, я говорю, да я не буду там ничего никому ставить. Пусть все проходят, пусть все играют. Да что, блин, все за фигня такая, все же хотят играть, все играют, ну, в чем, в чем, время же навалов вообще. Была целая серия концертов, и каждый концерт они делили по стилю. То есть стиль металл, ну, типа, день металла, там, через месяц, там, день поп-рока. То есть, ну, наш день, естественно, это панкрот. За четыре года существования Узфест разросся от фестиваля в клубе Текила до международного марафона альтернативной музыки, на котором выступали группы из России, Казахстана и Кыргызстана. А Нурила Алиев оставил Текила-клуб, с которого начинался Узфест, и открыл в центре Ташкента первое металл-кафе Queen of the Sound. Queen была моя любимая группа, а я в то время занимался автозвуком, и Queen of the Sound королева звука, это такое красивое название, которому не понравилось, мы так его и назвали. Queen of the Sound стал первым постоянно действующим клубом в Ташкенте, специализировавшимся на рок-музыке. Группы выступали регулярно, и впервые в истории узбекского рока получали за это гонорар. Это была идея Нурлы, почему вот они же выступают, они должны что-то получать, хотя бы элементарно, на те же самые провода, на те же самые струны, они же рвутся. Вся творческая часть, фактически она занималась. Ну, мы согласовывались что-то вместе, а так она обзванивает там всех музыкантов, узнавать. Она же больше, она же внутри птусовки была. Только человек нужен был. Я звонила своим знакомым, друзьям, которые играют. Те давали номера еще каких-то групп. Вот есть молодые, начинающие, классно, можно поехать, послушать, либо они могут приехать, поиграть. То есть это вот так, как было обзваниваться. Сарафанное радио. Вот есть клуб, где можно выступить, если есть желание, то можете приехать и попробовать. Можем, как всегда говорят, жалуемся на современное. Раньше было по-другому, все было гораздо искреннее. Сейчас, наверное, тоже так. Но в какое-то время, по-моему, другое было. Был такой мощнейший энтузиазм какой-то изнутри. То есть изначально начатая деятельность для коммерции, оно постепенно переношло, коммерция стала на второй план. Этот клуб дал старт целой плеяде заведений, впоследствии ставших культовыми, таких как ВМ-бар, Коттон, Грин-паб, Элвис-бар. Британский совет очень интересовался рок-музыкой тогда. Как-то у них была программа интересная, связанная с этим. И они устраивали же вот этот их рок-фестиваль огромный. На первом была Голд Раш-группа из Англии, на втором была группа Киоск. Фестиваль был назван Создавая легенды и собрал под свою крышу практически весь цвет узбекской молодежной культуры того времени. Рок, рэп и электроника на одной сцене. Это было беспрецедентно не только для самой республики, но и для целого региона. Драйв и пульсация молодой крови вновь сотрясали летнюю сцену Дворца Туркестан. Впервые со времен Детей цветов. Когда был Создавая легенда в 2004-м это вот выйти на летнюю площадку, когда ты знаешь, что там реально битком, потому что тогда были бесплатные входные билеты, что после этого было доставить. И это вот просто ну да, это очень такая мощная волна и зал идет на сцену. У меня остались очень добрые и хорошие впечатления от обоих британских фестивалей. Они были сделаны хорошо и самое главное, что никогда никто не играл перед таковым годом. И думаю, что вероятно не играл потом. Вот я лично не играл потом перед тремя-пяти тысячами и никогда вообще. Добрый вечер, дамы и господа! Я очень рад приветствовать вас на нашем втором фестивале альтернативной музыки. Второй фестиваль проходил уже в течение трех дней в спорткомплексе Ускургазма Савдо. В этот раз группа участники были распределены по стилям. День отданной рок-музыке оказался самым массовым. Он собрал около пяти тысяч зрителей. Гостем фестиваля стала британская группа Киоск. Порой концерт, конечно, был более уже сформированный, там уже было все безграмотно сделано с точки зрения организации, им здесь надо дать должность. Форум Hard Days просто взорвало количество самых разнообразных, а порой и противоречивых мнений, но большинство сходились в одно. Группа Киоск, заявленная организаторами как панк-группа, явно проигрывала по драйву и креативности с арт-панком из Тупротиконс, для которых этот фестиваль стал долгожданным звездным часом. По эфире группа Тупротиконс. В итоге хедлайнером фестивалей, проводимых британским советом с участием британских групп стал именно узбекский рок. Мы решили сжечь гитару и пришли к организатору фестиваля. Его вежливо попросили «Можно мы сожжем гитару на сцене?» Он нам сказал «Нет, нельзя!» Тогда мы решили ее разбить. Гитары электрические настоящие были дорогие, поэтому мы взяли акустическую гитару без струн, раскрасили ее в разные цвета, во время концерт-выступления делали вид, что я на ней играю, и в конце песни я ее грохнула в сцену, она разлетелась на мелкие кусочки, и после того, как мы закончили выступление, мы аккуратно пошли собирать все кусочки, чтобы никто не поранил все. Я это слушал и сказал, что за вообще, как это вообще, ужас какой-то, такие они идиоты. Ну, а где-то вот через сколько, то есть год-то был, 11-й, по-моему, кто-нибудь я эту песню сам выбирал. Собранная заядлыми хипарями панк-группа удивительное явление для рок-сцены Узбекистана. Ядерная смесь из разухабистого панка и декаденского арта в духе ном и раннего аукциона. Бесконечно меняющийся состав музыкантов и неизменное шоу на грани фарса. Готовился фестиваль, первый фестиваль Иосифест. Вот мы все, что могли, вытащили на эту сцену вот все просто, из дома торшер даже принесли, чтобы было посветлее. И все это для нас, ребята. Иосифест обязан своим появлением Игорю Иосифесту. Этот человек сделал для узбекского рока столько, сколько до него не делал никто. После вот этих вот фестивалей, которые были какие-то, они как-то, да, они были, но они как-то были все-таки не сильно организованы. Игорь Иосис, один из лучших звукорежиссеров Узбекистана, основатели лейбла Иосис Рекордс, ведущий рок-продюсер страны. Была вот мысль такая вот сделать что-то на другом уровне. Мы его взяли, официально пробили все инстанции, все прошли разрешения и так далее, и так далее, и сделали его ежегодно, постоянно действующим международным фестивалем, рок-фестивалем. Хедлайнером фестиваля была приглашена российская группа «Мастер». На одной сцене с классиками русского металла выступали «Фомальгаут», «Скемп» и «Термин Вокс», одна из самых техничных тяжелых команд Узбекистана. На Иосис-фесте жители Ташкента услышали настоящий альтернативный металл. «Мастер- Louisiana А.О Тро zar色» «И — тоже очень простая политика, т hiring, ничего подобного, то есть я никогда, мне всегда для тебя ангела, то есть была энергетика, у нас в группе «Ци Вокс», я всегда этим гордился, что у нас есть энергетика и заменify только- У каждого музыканта, кто связан с рок-н-роллом, есть мечта сыграть в Туркестане на летней площадке перед большой толпой. Эту мечту для Эйприл Грейпс также осуществил и «Осис Фест», ставший для группы «Трамплином», со временем приветшим вокалистку коллектива Леру Грин на шоу «Голос» первого канала Российского ТВ. Лейбл «Осис» постепенно разрастался, и вскоре под его логотипом регулярно проводилось уже несколько фестивалей. Также в сентябре 2007 года в сети магазинов «Нирвана» вышел первый сборник рок-музыки в Узбекистане «The Best of Us Rock». Продажи сборника «The Best of Us Rock» в несколько раз превысили количество проданных альбомов популярных российских рок-групп. 2007-2008 год ознаменовались тем, что в Ташкенте начали проводиться регулярные рок-концерты. Каждые 2-3 недели был большой концерт, в котором принимали участие лучшие рок-группы Узбекистана. «Термин Волк», «Moment of Clarity», «Скент», «Тупротиконс», «Цикл Крэпса». Такой невиданный ранее подъем вернул к жизни и, казалось бы, навсегда ушедших со сцены рок-героев былых времен. Впервые после смерти Александра Малинина вновь дает концерт группа «Ноги» в обновленном составе. Я не писал стихи, я писал рок-н-ролл и тексты, я так сказал. Это немножко разные вещи, тексты, но в них тоже. Вот эта вот лишняя поэзия, отрезаешь, отрезаешь ветки. Это всё мишуру ненужное. Остаётся ствол, конкретная тема, конкретная тема, ничего лишнего. Возвращается из Америки Джамши Таиров и вместе с сыном реанимирует свою группу теперь уже под названием «Зе Бек». А я сына научил, вот он на работе работает, мне надо, он раз с работы уйдёт, придёт со мной. Поехали лопать, хоть час ночи, хоть три часа ночи. На фоне всех этих концертов возникла идея провести большое мероприятие, что-то типа Грэмми или Оскара, только в Росдвижении Узбекистана и оси Сеста Ворс. Ребят, потому что мы сегодня присутствуем, действительно, исторические события. Мы вот с ребятами разговаривали, сидя на 82-м ряду, разговаривали с ребятами, что мы до конца ещё не понимаем, что происходит сейчас. Это действительно реальные исторические события. Появилась инфраструктура. То есть раньше всё было очень хаотично. Ну, раньше, я говорю, 10 лет назад, друго говоря. Появились, допустим, люди, которые занимаются таким пиаром в интернете. Огромное количество команд появилось, у них появился доступ к нормальным инструментам. Они начали тратить деньги на это, они начали понимать, что если ты хочешь чего-то добиться, ты должен сначала вложить. EOSIS Awards 2009 года проходил с большой помпой. Там объявляли победителей в различных номинациях. Лучшая металл-группа, лучшая панк-группа, лучший гитарист, лучший вокалист, лучший концерт. Вручали призы. Так выглядел главный приз. Спасибо, все, 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 вы нас любите. Спасибо! Спасибо! Волею судьбы EOSIS Fest Awards стал последним мероприятием, в котором приняла участие группа Moment of Clarity. Знаковая команда из металлической обоймы узбекского рока. Концерт был очень достойным, это была настоящая церемония награждения. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Когда дело двигалось, там все должны были сдать тексты, песен. И потом, когда мы пришли за этим вот результатами, там что-то там, ну вот, очередные выходы, что ли, я уж не помню, что там, вот этой группе Цикл Крепса, вот эти песни, которые они заявили, их петь нельзя. Почему? Там есть слова такие вот, да смелон, например. Вот нельзя. А почему нельзя? А чего там плохого? Ну вот нельзя. Мы сейчас немножко поиграем для вас. К сожалению, не то, что мы хотели, но, тем не менее, поиграем. Я спел песню о том, что мне все пофиг. И тогда я это спел. Играть нам там не дали уже, видимо. Видимо, решили не связываться с такими идиотами, как мы. Но нас же пустили к микрофону. Нам только что сказали, что из Индеграунда Ром в Ташкенте вышел. По-моему, никогда в Индеграунде не было, он всегда был в жопе. Но надеемся, теперь он по помощи. Я не забываю. Надеемся, теперь он пойдет вперед. Когда весь город на 95-м Понемногу рок-н-ролльная лихорадка начала распространяться за пределы клубных сцен и фестивалей. Никому не скучно Я не читаю Бред бураками, но Ты нужна мне без причин Театр Ильхом. Бренд, известный далеко за пределами страны. Открытый Марком Валем в 1976 году, как первая в республике независимая экспериментальная студия театральной молодежи, Он и в советское время имел славу мастерской бунтарей, а в годы независимости не только не опустил планку, но и стал по-настоящему культовым. Сегодня это одна из достопримечательностей, вокруг которой так или иначе крутится практически вся андеграундная жизнь Ташкента. Как женщин любить, да и теперь уже какая нам разница, я буду делать это по-своему, я буду делать это по-своему. Естественно, что Ильхом не мог остаться в стороне от такого неслыханного рок-н-ролльного подъема, происходившего в стране в то время. Начиная с 2007 года, концерты рок-групп, приуроченные к открытию и закрытию сезона, становятся традицией. И тогда родилась вообще идея, а почему бы вообще, раз так классно и все счастливы, и актеры, и режиссеры, и зрители, и это перерастает в такой замечательный праздник, почему бы вообще не сделать рок-фестиваль в театре? И мечты снова в Требенске, ты, актер в сценах ревности, не дойти и не вынести счастье. Мы, вернувшие душу, музыки слушаем, разве не это ты хотел? Сердцем наружу, законы нарушить, звездою гореть в этой темноте. А, и надвигался Ильхом Рок-фест, нужна была вторая группа, первая была Крылья Регами, Ашов собрал там свой состав. И я Диману говорю, слушай, давай, короче, не будем заниматься ерундой, а создадим одну группу из наших двух. И тогда мы... Ну, такой некий проект, да, который назывался Гридл и Караванс. Я помню, началось это все с того, что мы надели платья у меня дома, помнишь, играли в платьях, репетировали. Это было вообще... Ильдар не разрешил нам выступать в платьях. Ильдар нам не разрешил выступать в платьях. Но решение было принято о том, что я буду соло-гитаристом именно в тот день, когда мы надели платье. Да, да. О, соло-гитарист. Соло-гитарист. Смотришь, как выглядит. Все. Ну, было на самом деле красиво. Мне нравилось твое платье. Минус Ильхома, скажем, или, может быть, ташкентских выступлений в том, что ты выходишь на сцену, смотришь на зрителя, который сидит почти лицом к лицу с тобой. И ты понимаешь, что ползала – это твои друзья. Там ползала – это друзья друзей. Там еще часть зала – это твои бывшие любови. Еще часть зала – это там осветители и актеры. И все. И из концерта в концерт – это происходит практически то же самое. И в этом тоже есть свой, так сказать, декаданс или свой коллапс, который уже вот… Ну, то есть вот эта тусовка, в которой в конце концов вырождается. Это вот нация, мононация, которая обречена на вырождение, если в ней не будет свежей крови. В 2012 году координатор фестиваля Ашот Хуршудов предлагает Никите Макаренко возглавить Ильхом Рокфест. А до этого я уже работал в театре Ильхом. Я играл здесь как музыкант, спектаклик. То есть для меня это мой том уже был. Предложил и заниматься мне фестивалем тоже. Никита Макаренко – продюсер, основатель групп «Слезы солнца», «Правда Востока», «Юнайтед», «Токлиф Бэнд», руководитель Ильхом Рок Комьюнити. И у меня была идея сделать театральный рок-фестиваль. Эта идея воплотива с ними, и сейчас успешно ее делаем. То есть тот фестиваль, на котором группа смогла бы себя раскрыть не только с музыкальной стороны, а каждый раз делать какое-то некое шоу. Мы сказали группам, мы готовы к самым смелым идеям. Приходите, мы постараемся что-то сделать. Здравствуйте, дорогие друзья! В театр Ильхом предстоит рок-концерт. Засилие попсы на сцене театра Ильхом закончено! Качественная площадка, аппаратура, звук, организация, а также исторически заслуженный престиж самого места. Концерты в Ильхоме выходят за рамки обычных выступлений и становятся настоящими культурными событиями. Рок-культура Узбекистана вновь плавно подходит к рубежу эпох. Появление большого количества молодых команд и выход на новый уровень известных и уже заслуженных – знак того, что за этой волной обязательно придет следующее. Рок-н-ролл – это состояние души, и это птица Феникс, говорю. И я вместе с этим рок-н-роллом много раз умирал и много раз обратно приходил в жизнь. Только единственное, говорю, рок-н-ролл – это мужская музыка, и она немного больно от нее бывает для тех, кто себя слабо чувствует. Так что если у кого-то там будут скручиваться уши трубочкой, тихо, можете выйти и уйти, потому что это будет громко, больно, но кайфово, говорю. У всех свои истории и в каждой категории участвуют и солнце, и луна. Вообще все началось, вот эта вот каша музыкальная, в 99-м году, с «Детей цветов», с той же самой «Металлики», когда я услышал, не помню название группы, но они живьем играли «Sick and Destroy». Я думаю, что каждому ребенку в 18 лет нужна просто квартира. Нужна своя рок-группа. Нужна своя рок-группа. Нет, нужна просто своя квартира, не надо рок-группа. Рок-группа там соберется сама собой. Весну, ну-ну, но может ли грусть с собой у солнца заслонить? Сперва все хотели стать гитаристами, строго все, причем там сколько было, человек шесть нас. Грим, Корп Спейн, мы начали делать, опять же, по моей инициативе, потому что мне хотелось более эпатажных выступлений, чего-то более яркого, не просто выйти и сыграть, а чтобы это было феерично, красиво. Да здравствуют все смелые, и в небе флаги белые, все выбравшие правильно момент. И мне поэтому нравятся вот пацаны, которые выходят, мимо денег играют, вообще на расстроенных гитарах, но они кайфуют. Потом просто я понял, что собрать группу – это круто. И у нас вопросов не возникало, то есть нужно, не нужно. Мы знали то, что рок-н-ролл у нас навсегда останется в душе. Может быть, узбекский рок и был третичен, или ташкентский рок был третичен, но ровно в той же степени, в которой был третичен и любой другой музыкальный жанр, потому что в конечном итоге это все повторение пройденного и какое-то переосмысление того, что кто-то сделал. Если ты в это переосмысление смог вложить какой-то новый смысл, которого там не было раньше, значит ты столь же оригиналил, как ребята, которые в свое время из ритма и блюза сделали рок-н-ролл. Надо всего лишь это зеркало разбить И оглушительно и напиться тишины